МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Будем подводить итоги очередной политической недели. В четверг состоялся раунд переговоров ПСРМ и блока АКУМ по инициативе партии социалистов. Безусловно, достижение этого дня, как отметили аналитики, в том, что стороны вообще встретились и говорили. Другой вопрос – кто и как умеет строить политический диалог? Нельзя не отметить и тот факт, что при определенной близости взглядов на решение внутриполитических проблем стороны сохраняют серьезный кризис взаимного доверия между ПСРМ и АКУМ. Тем не менее, уже в пятницу прошел Республиканский совет партии социалистов по итогам этой встречи. О том, что решено на этом совете и каким видится разрешение политического кризиса, поговорим с исполнительным секретарем ПСРМ Владом Батрынчем. Здравствуйте! Здравствуйте! Немного о том, как прошли переговоры накануне. В ходе пресс-конференции сразу после этих переговоров было заявлено, было высказано, с сожалению, тем, что лидеры блока АКУМ не присутствовали в ходе этих на этом раунде переговоров, не соизволили явиться или, в общем-то, решили, так сказать, проигнорировать этот тур. Почему, как вам кажется, Майя Сандо и Андрей Анастаси бойкотировали эти дискуссии? То есть, я себе позволю именно это слово, потому что, в общем-то, это выглядело именно так. Ну, почему они бойкотировали дискуссии, это, конечно же, надо спросить непосредственно самих, Майя Сандо и Андрея Анастаси. Ну, переговоры состоялись, потому что в обществе существовал мощный запрос на эти переговоры. Очень много людей, да, вот, видело и видят решение, ну, вот, политического кризиса, вот, и дальнейшее развитие Республики Молдавы именно в этом ключе, путем договоренностей между партией социалистов и блоком АКУМ. Ну, и, конечно, весь этот период люди ждали, ну, как же начнут договариваться, ну, как же, вроде бы говорят об одних и тех же вещах, ну, почему нет? Я хочу отметить, что партия социалистов весь этот период вела себя очень взвешенно, занимала очень спокойную, если хотите, солидную позицию. Уже на второй день после валидации утверждения мандатов депутатов нынешнего парламента Конституционным судом мы вышли инкорпори всей фракции, 35 депутатов и пригласили АКУМ на переговоры. АКУМ, недолго думая, категорически отказал нам в проведении данных переговоров, прозвучала целая плеяда всяческого рода оскорблений, квалификаций и так далее, как только нас, нашу партию и президента не называли в этот период. Хочу отметить, что ни на одну из этих провокаций мы не ответили, что называется, пропорционально. Весь этот период после выборов и после утверждения непосредственно мандатов депутатов мы не допустили ни одного оскорбления, ни одного публичного выпада, ни одной грубости, ничего, что могло бы каким-то образом повредить данным переговорам. Если вы обратили внимание, мы выходили лишь командой в начале всей фракции, потом фракция делегировала трех депутатов для переговоров во главе с Зинаидой Петровной Гречаной. Все наши заявления мы делали исключительно официально и не допускали никаких интерпретаций. У нас не было такого, как у коллеги с блока ОКОМ, что руководство партии или официальные органы говорят одно, а после этого выходят три депутата от одной фракции, три от другой и говорят абсолютно противоположные вещи. Что очень трудно было понять, какая все же позиция. Официальная позиция блока. Мы вели себя весьма сдержанно. Несмотря на то, что мы сразу же получили отрицательный ответ на инициативу переговоров, мы не пошли ни на какие резкие выпады, заявления и так далее. Мы сказали, что дверь для блока ОКОМ у партии социалистов открыта. Далее прозвучало приглашение блока ОКОМ для отдельных депутатов, которые готовы выступить против ДПМ и против Владимира Плохотнюка. Безусловно, партия социалистов не имеет отдельных групп депутатов. Мы не блок, мы единый организм, единая команда, целостная команда. И мы не отреагировали. На встречу с блоком ОКОМ пришла Марина Таубер, ведь они же обратились к отдельным депутатам. Я думаю, что это адекватно продемонстрировало им, как надо все же приглашать на переговоры. После этого уже наконец-то под давлением общественного мнения, в том числе и их избирателей, они все же таки вышли, пригласили нас на переговоры. Мы созвали заседание исполкома, фракции и сказали, мы готовы. Вот, пожалуйста, для того, чтобы наша первая встреча была аргументированной, была конкретной, содержательной, учитывая, что блок ОКОМ выдвинул свой пакет предусловий. Вот, пожалуйста, некоторые пункты, важные для партии социалистов, для того, чтобы, когда мы встретимся, мы могли обсуждать предложения со стороны обеих сторон, и где можно найти вот ту середину, тот консенсус. Что для нас было весьма странно. Почему вчера не пришли Майя Санду и Андрея Анастасия, надо спросить их. Но это, безусловно, понижает уровень переговоров, и, безусловно, это показывает неготовность к серьезной дискуссии. Потому что обращение официальное, не через Фейсбук, а официальное, письменное, с пакетом наших предложений, было отправлено в их адрес за подписью Зинаида Петровна Гречана, представителя партии, фракции, где было написано, уважаемая госпожа Майя Санду, уважаемый господин Андрей Анастасий. Вот, пожалуйста, позиция партии солистов. Мы готовы встретиться, обсуждать. Почему они не ответили на это приглашение, ни письменно, ни устно? И почему мы вчера, придя на эту встречу, увидели тех коллег, кого мы увидели, мы до сих пор не очень понимаем. И самое главное, что нас поразило, вот мы письменно дали. Мы пришли на эту встречу, перед нами были документы, которые являлись предложениями блока ОКУМ, законодательными предложениями. Каждый их проект существовал отдельно, с нашим комментарием по нему, плюсы и минусы. И мы пришли подготовлены обсуждать их условия. Что касается коллег, которые пришли со стороны блока ОКУМ, через полчаса переговоров мы с удивлением поняли, что они не читали наш пакет предложений. И более того, они не ознакомлены с теми документами, которые были высланы в их адрес за подписью председателя партии социалистов. Да что их интересовало? Чего хотели добиться в ходе этого раунда? Вот тут у нас временно произошла некая блокировка, потому что, подождите, мы пришли обсуждать, мы две стороны. Вот есть ваши предложения, вот есть наши. Но по вашим предложениям, вот мы показываем, что мы готовы поддержать в большинстве ваши предложения, а вы наши даже не рассматривали. Ну как? Как можно относиться таким образом к переговорам? То есть продемонстрирована была и несерьезность, и неподготовленность. Если хотите, не профессионализм. Вы же все-таки заявляете о том, что вы партия, которая готова взять на себя ответственность за парламент, за правительство, за государство. Ну подождите, вы рассчитываете на наши голоса. Мы даже убираем в сторону элементарную математику, что у вас 26 мандатов, у нас 35. И как бы логично было бы, чтобы приоритет отходил. Алгоритм должен быть несколько иначе. Но тем не менее мы пришли гибко, мы понимали, с кем мы имеем дело, и мы понимали, что нельзя блокировать какими-то вот такими математическими моментами. Мы сказали, окей, вот пожалуйста, что мы думаем о вашем? Мы готовы это. Вот наши предложения, что вы думаете о них? Молчание. Ну мы там то, что видели в прессе, начали говорить, а вот вы там... То есть есть документ, какая пресса? Зачем нужен законопроект о нейтралитете, суверенитете или НАТО, они нас спрашивают. А какие там нет законопроектов? Это была преамбула, в которой мы сказали, вот какие наши принципы. И из этого мы предлагаем три блока. Раз, два, три. Блок законов, институциональный блок, как мы хотим развивать наши институты власти и так далее. Вы что-то услышали из прессы про преамбулу, которая не является пакетом законов. И даже не изучили то, что мы предложили. То есть уже это само по себе, конечно, подрывает сам ход и доверие к данным переговорам. Но тем не менее мы пошли дальше. Мы говорим, хорошо, мы можем принципиально утвердить повестку дня. Потому что, вот ваше предложение, раз, два, три, четыре. Декларация о захваченном характере Республики Молдова, мы ее в 2015 году в парламенте зарегистрировали, проголосовало 34 депутата. Принципиально мы это продвигали, вы часто продвигаете, можем договариваться. Закон о миллиарде. Мы регистрировали в свое время. Аннулирование закона о миллиарде, который перекладывает на публичный бюджет, на плечи граждан украденные деньги. Продвигали и готовы сейчас продвигать. Что касается органов правопорядка, органов юстиции, прокуратуры, центра антикоррупции и так далее. Это все хорошо. Но должен быть правовой путь. Раз. И должна быть очень четкая карта. В итоге мы им говорим, уважаемые коллеги, не вопрос в принятии этих решений, вопрос в дорожной карте, как мы собираемся их реализовывать. Для этого нужно учредить и парламент, и руководство парламента, и правительство. Потому что нужны и авизы, нужны и аэропорты, и корапорты. И нужно идти по четкому юридическому пути. И это невозможно сделать без обеспечения. Вы согласны поддержать олигархизацию? Мы не только что согласны. Когда многие из вас участвовали в этих процессах олигархизации, мы уже тогда протестовали. Конечно, согласны. Но здесь должна быть дорожная карта. Мы не можем принять закон обеспекера. Господин Слуцарь говорит, можно есть, это все можно обойти. Но невозможно это обойти. Это процедура, которая черным по белому прописана в законе раз. Второе, это эти процедуры закрепленной конституцией. Есть международные нормы. Мы что хотим строить? Если мы хотим строить правовое государство, то мы должны идти правовым путем. А мы не должны поступать так, как поступал режим предыдущие 10 лет, меняя правила во время игры. Нужна дорожная карта. А для этого надо понять, что две партии. И наш вопрос звучал как? Так, скажите, пожалуйста, мы готовы утвердить общую повестку дня? За исключением закона Магнитского, потому что полнейший абсурд, чушь, которая не имеет никакого отношения к Республике Молдова, к нашим политическим реалиям. Это некий геополитический реверант с кому-то за океаном. Уберите его в сторону, мы не готовы. Остальное мы готовы обсуждать. Но давайте говорить серьезно. И для реализации этой всей программы, которую мы можем согласовать, мы готовы создать парламентское большинство, и мы готовы взять на себя ответственность за 4 года управления государством, для того, чтобы реализовывать эти вещи. Ведь наивно полагать, что то, что 10 лет выстраивалось, вот эти все режимные вещи, и выстраивалось с участием многих лиц, вот из нынешнего блока ОКОМ, для того, чтобы эти вещи изменить, достаточно просто поднять лапки за какую-то декларацию? Нет, это большая работа, это длительная работа, и для этого нужно компетентное, постоянное, стабильное парламентское большинство, стабильное руководство парламентом, правительством. И освобождение государства, если мы исходим из вот этой риторики, избавление от захваченного государства, оно должно начаться с парламента. Потому что в парламенте заложены были базы в свое время, в 2009 году. С правительством. И дальше уже идти шаг за шагом. Мы не готовы обсуждать функции, мы не готовы ничего, мы разные, мы идеологически, мы знаем, что мы идеологически разные, но мы готовы создать вот это большинство из идеологически разных. Мы слева, вы справа. Но мы готовы создать вот это большинство для решения, либо мы будем заниматься декларациями, заявлениями, за которыми ничего не будет следовать, и люди ничего не увидят на выходе. Вас интересуют функции, нам заявили в лицо, вы пришли за функциями Это говорят люди, которые требовали должности спикера и премьер-министра Ну что мы сразу ответили, подождите, а где вы видели, чтобы социалисты ставили в углу угла функции Вы двигали какие-то неадекватные, необоснованные требования Напротив, мы проявили максимальную гибкость и разумность Это вы в публичном пространстве заявили, что спикер парламента должен быть Андрей Анастасий А Майя Санду должна быть премьер-министром миноритарного правительства Знаете, что такое миноритарное? Это значит, они готовы принять наши голоса за своих кандидатов Но при этом, чтобы мы не участвовали во власти Подождите, ребята, у кого непомерная амбиция? А кто демонстрирует полнейшее отсутствие какой-то способности вести переговоры? Полнейшее отсутствие умения договариваться Полнейшее отсутствие парламентской дипломатии Не говоря о том, что просто президент страны, как бы вы ни относились Приглашает вас на консультации, протягивает руку Вы демонстрируете неуважение и к институту президента, и к избирателям Вы не жмете руку Вы говорите о парламентском диалоге с нами, с социалистами Вначале приглашая нас, как пусть придут отдельные депутаты Но не пришли Отдельные депутаты, получите Марину Таубер, это ваш уровень Пригласили фракцию социалистов, наконец-то, отказав нам два раза Мы пришли Но ведите парламентский диалог, ведите его на каком-то нормальном уровне Дайте сигнал обществу, что политики умеют себя вести достойно Ведь когда вы не жмете руку, либо когда вы избираете оскорбительный тон Это все ретранслируется в общество, и потом в обществе люди плюют друг другу в лицо Поэтому, если говорить о парламентском диалоге, ну проявляйте гибкость, умейте договариваться А мы вчера присутствовали при некоем попугайничестве, когда мы восемь раз должны были отвечать на один вопрос Вы хотите коалиции с ДПМ? Коллеги, партия социалистов официально приняла единственную позицию Переговоры с блоком ОКУМ Если не блок ОКУМ, скорее всего будут досрочные выборы Что вам здесь непонятно? Так вы будете делать коалицию с ДПМ? Дубль два, дубль три Знаете, такое ощущение, что ваши оппоненты, ну некоторые из них, ну как будто в буквальном смысле не вернулись еще с базара Придя в парламент Это тоже удивляет Да, абсолютно право Даже оскорбление в адрес старейшего депутата парламента, господин Смирнов Быстрее требование созвать заседание Ни повестки, ни каких-то законодательных оснований В формировании парламентского большинства, ничего Но в общем-то звучит вот эта риторика, которая То есть я не стремлюсь спровоцировать какую-либо там еще дополнительную критику в адрес ОКУМ В надежде, что в общем-то здравый смысл возобладает Но мы же спокойненько ждали Мы же понимали, что вот должны пройти определенные процессы И поэтому мы спокойно ждали готовности к этому диалогу Она есть, но демонстрируйте элементарные принципы коммуникации И переговорного процесса Мы ждали терпеливо, пока они пройдут период акклиматизации С депутатскими значками, с которыми они спят Мы ждали период акклиматизации с депутатскими кабинетами Откуда они вели прямые трансляции Как будто депутат должен рабочий кабинет, наверное, иметь где-то в сквере парламента Мы все это терпеливо ждали Когда они наконец-то поймут, что они уже не кандидаты Все, они уже депутаты, они уже официальные лица Они уже те, кто попал в парламент и должен реализовывать свои политические обещания Наделен ответственностью А у нас, я вчера уже господину Слуцарю, или позавчера, когда он позвонил на телевизионную передачу одну Я говорю, уже вынужден был сказать, господин Слуцарев, мы уже выборы закончили Мы уже не являемся контр-кандидатами в секторе Рыжкановка Уже все, вы депутат, мы депутаты, все, двигаемся дальше Но вот этот период адаптации у них еще не прошел А господин Смирнов, это вообще, если честно, и мы тоже этот момент им напомнили Вот посмотрите наше обращение, письменно Уважаемая госпожа Майя Сан, уважаемый господин Андрей Настась Предлагаем вам раз, два, три с уважением, Зинаи Дагричаны Как вы обращаетесь к господин Смирнову? Домнули Смирнов, феррестемати То есть, вы понимаете, набрать пару клавиш Уважаемый господин Смирнов, хотя бы из уважения к его возрасту К его статусу сегодня, к чему угодно Но вы же даете сигнал обществу, что И тем самым подчеркиваете, что он неуважаемый Два, не может самостоятельно Смирнов Как модератор до избрания представителя парламента Он не может созвать сам парламент Институированы политические фракции Далее созывают фракции Следующее заседание И следующий шаг, прописанный в законе Просто для этого надо напрячься, надо почитать Это объявление парламентского большинства Следующий шаг, прописанный в законе Это избрание председателя, заместителя и председателя Бюро парламентского, которое делает повестку дня И комиссии, которые делают авизы и рапорта Вся процедура прописана Что вы пишете Эдуард Павловичу Смирнову Пишите в такой форме нахальной, что вы блокируете процедуру парламента Более того, у них в тексте написано, что вы блокируете избрание председателя парламента Чем Смирнов его блокирует? Он задал вопрос, есть большинство, все молчат А как вы хотите без большинства избрать председателя парламента? И что блокирует Смирнов? Это настолько звучит нелепо Что, если честно, странно Мы не критикуем блок ОКОМ ради критики Мы просто констатируем определенные вещи, которые для нас непонятны Да, как бы мы ни относились То, что в выборах мы были политическими оппонентами Да, мы разные идеологически Но при этом, даже мы пытаемся понять позицию наших потенциальных партнеров По парламентскому большинству Мы пытаемся вникнуть для того, чтобы найти какие-то слова нужные Но, вы понимаете, мы не понимаем позицию Мы не понимаем, чего люди хотят Если люди хотят председателя парламента И миноритарное правительство Оно даже не должно звучать как правительство Оно должно быть миноритарное, чтобы госпожа Майосанду чувствовала себя комфортно В окружении своих А мы голосование за ваш пакет законов И мы выступаем в этом всем социалисты-статистами Такого не будет Все, точка Что вам в этом непонятно? Слово точка? Ну, значит, вы должны нам ответить Что мы вам не готовы ничего дать Вчера они подтвердили свою позицию Что да, они будут претендовать и на спикера И на премьер-министра А потом они посмотрят, что делать с нами А с нами ничего не надо делать У нас первый результат на выборах Мы, в отличие от них, единая команда И мы готовы идти вперед и дальше заниматься политической борьбой Что вы хотите с нами делать? Не, вы за все это проголосуете, а потом мы посмотрим Посмотрите на себя в зеркало Не надо на нас смотреть Ну, вот возникает сразу много таких Как бы удивительных вопросов Понятно, что Мне кажется Вот члену блока ОКОМ Следует, наверное, последовать в Совету Президента Выйти из рамок Фейсбука Спуститься на землю И начинать работать В другой вопрос Вот эта неподготовность Некомпетентность, так скажем Которую они демонстрируют в вопросах законодательной деятельности Не кажется ли вам, что Ну, первое, это провоцирует у непосвященных избирателей Ну, те, кто, в общем-то, не должен, наверное, вникать во все эти закорузлости законов Но вот эта некомпетентность провоцирует ведь реакцию этих избирателей Наверное, так и надо Наверное, вот действительно Смирнов блокирует Действительно социалисты не хотят протянуть руку помощи Действительно здесь что-то, в общем-то Ну, то есть они вооружаются такой вот С этой некомпетентностью вооружают избирателей Какими-то аргументами Это первый вопрос И второй Вот это действительно ли некомпетентность Или может быть это такая, знаете, демонстрация То, что они, в принципе, в общем-то управляемы извне Да нет, здесь уже никакого управления Это полное отсутствие какой-то четкой, внятной, понятной позиции Мы бы с пониманием отнеслись, если бы они предложили план действий Который там не вписывается в канву наших идеологических мировоззрений Либо не вписывается в наши какие-то политические взгляды и подходы Но окей, они другие Но подхода не видно, нет дорожной карты Ничего нет Они нам начинают Мы говорим, где дорожная карта Они начинают Вот вначале делаем голосуемый закон Мы говорим, не можем голосовать закон Они от спикера Голосуйте за нашего спикера Мы им объясняем, что целый ряд проектов требует Не только парламентского большинства Компетентного, стабильного Но и правительство его визов Они затрагивают бюджет По конституции правительство должно визировать целый ряд проектов Третье Для того, чтобы заниматься юстицией Нужно это, это, это Невозможно это сделать вот так вот Мы поднимем лапки Во-первых, это не будет иметь Никакой юридической силы реализации Во-вторых, это будет профанацией Вот наша дорожная карта, мы говорим Как мы это видим с точки зрения закона Вот Нет, если хотите Вот так, как мы говорим И никак по-другому Так вы хотя бы говорите логично Вот, исходя из этого Мы не можем понять позицию Если говорить, что позиция такая Что испугать социалистов досрочными выборами И таким образом якобы поставить нас в угол И заставить голосовать так, как они хотят Такого не будет Мы у них на подтанцовке не будем Хотя потому что они танцевать не умеют Они не знают, куда танцевать И подтанцовкой мы никогда себя не видели Но Мы еще раз Сказали Это не позиция ваших лидеров Вы путаетесь в показаниях Давайте поднимать уровень дискуссии На уровень лидеров И давайте еще раз Но если они нас таким образом пытаются объяснить И господин Слуцарь вчера 17 раз повторил этот вопрос Потому что он считает, что если он повторит его 3 раза То это недостаточно Надо повторить не менее 17 Он говорит, так вы хотите досрочные выборы? Мы говорим, а где вот в предложении Давайте обсудим дорожную карту И сделаем функциональным государство Возглавим институты и будем работать Где в этом всем выражение досрочные выборы? Но если они пытаются таким примитивным способом Показать, что то, что мы отказываемся Голосовать за них, спикеры, за их правительство И за их законы Что это мы провоцируем досрочные выборы И что якобы с этим они пойдут В общество объяснять людям Но это примитивно Мы, в отличие от них, не боимся досрочных выборов Мы их не хотим Они нежелательны В стране будет только хуже И после выборов досрочных Ну все показывает, что ситуация Расклад сильно не изменится Социалисты свои позиции удержат Может чуть больше получат Но блок ОКУМ свои позиции вряд ли удержит Потом мы прекрасно знаем Что у них настроение у целого ряда депутатов Но не хотят они на выборы Потому что другие списки, другие ситуации В округах может сложиться Принципиально другая ситуация И при этом они с позиции более слабой Они нам пытаются внушать Что мы провоцируем досрочные выборы И что мы должны бояться этих досрочных выборов Вот примерно вот такая вот ситуация Но эта позиция не выдерживает критики Ну чтобы завершить каким-то образом Вот тему прошедшего раунда переговоров Ну вот отмечу следующее Ряд телезрителей нам Опять же посредством фейсбука Возможно это как раз те, кто голосовал За блог АКУМ писали о том Что вот смотрите В целом ряде телеэфиров Которые прошли веером На телеканалах Молдовы С участием представителя АКУМ Было заявлено о победе АКУМ В этом раунде переговоров Сильно так можно рассматривать Или это самоуспокоение для АКУМовцев Ну Это смешно Я не знаю даже как это можно комментировать Что они, кого они вчера победили Я вот действительно тоже обратил внимание В конце уже переговоров Когда мы уже 17 раз ответили на те же вопросы Когда господин Попшой так гордо сказал Ну все, все люди, все общество увидело Что произошло И понимает То есть они еще действительно считают Что их позиция очень убедительна Они убеждены в собственной состоятельности Хотя абсолютное большинство людей Вчера очень четко И даже их сторонники, избиратели Отметили их полную неготовность к переговорам Ну я не знаю Это какая-то некая бравада Это, наверное, самовнушение Некое Автотренинг политический Трудно сказать Время покажет Вот сейчас хотелось Я прошу прощения Вот еще одна фраза Которую они сказали На итоговой пресс-конференции Мы не проголосуем за спикера от социалистов Потому что мы не сможем его убрать Подождите Мы идем на 4 года во власть Для того, чтобы отвечать за это государство За его граждан И реализовать Мы уже все Мы уже идем не в качестве оппозиции А в качестве власти Вы кого хотите убирать? Мы 4 года будем реализовывать Эту повестку дня Которую мы утвердим Подпишем в присутствии Либо В вашу задачу входит Что-то сделать руками социалистов И потом в любой момент Убрать спикера То есть Вот даже 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 вот это говорит О неискренности И недоверии То есть возможно Есть несколько слоев Политики Которые продвигают о ком Потому что Получается Как-то неожиданно Обнажили Назовем это интеллигентно Что есть несколько слоев Да Так скажем Ну а теперь о том Что действительно важно Вот сегодня прошел Республиканский совет Партии социалистов По итогам Вот этой встречи Итак Обсуждались итоги И дальнейшие действия Партии социалистов Хотелось бы узнать Вот из первых уст Непосредственно от вас Какие решения были приняты Ну состоялась такая Довольно Продолжительная дискуссия Мы всесторонне Обсудили Сложившуюся ситуацию Но в итоге Если очень Лаконично То республиканский совет В принципе одобрил Позицию Которая Была занята Политисполкомом На совместном заседании С парламентской фракцией То есть Республиканский совет Оставил в силе Как высший орган Управления партией Оставил в силе Решение о переговорах С блоком ОКОМ И республиканский совет Отметил Что те требования Которые выдвинула партия В этих переговорах Что они обоснованы Что они логичны И мы продолжаем Оставаться на них Есть некая редакция Лишь в одном месте В том что касается Определенных функций То есть мы по прежнему Сохраняем Сохраняем Свои предложения По спикеру парламента Социалисту Зинаиде Петровне Гречана И мы говорим о том Что мы готовы Поддержать правительство Блока ОКОМ Но при этом Ранее мы заявили о том Что два министерства Должны возглавить социалисты Либо люди Предложенные президентом Это то что касается Министерства обороны Так как он Главнокомандующий И то что касается Министерства иностранных дел Так как президент Является по конституции Высшим должностным лицом В международной политике Вот Но помимо этого Республиканский совет Постановил что В данный пакет Еще войдет Министерство внутренних дел Потому что это Также имеет отношение К силовому блоку И к полномочиям Президента В остальном Республиканский совет Оставил в силе Ранее принятые решения То есть блок ОКОМ В случае если блок ОКОМ Не пойдет На разумно адекватный диалог В таком случае Партия социалистов Склоняется к тому Что возникнет ситуация Ситуация по провоцированию Досрочных парламентских выборов Как вам кажется Ваше решение Как будет воспринято Политическим оппонентом Или теми С кем вы сейчас Ведете переговоры Мы все же таки Сохраняем Такой сдержанный оптимизм В той части Что когда они поймут Что речь не идет О какой-то игре слов Речь не идет О каком-то Движении Задвигании социалистов В угол Как им кажется Возможно Все же таки Под влиянием Здравого смысла Возможно Каких-то других факторов Они пойдут Уже на более Предметные переговоры На серьезном уровне На уровне руководства Этого блока И двух партий Входящих в него Второе Что они наконец-то Придя На встречу На диалог С нами Они придут Подготовленными С юридической Дорожной картой Третье Что они придут С позицией Относительно наших условий Потому что Когда мы говорим Что мы К вам Мы вам предлагаем Встречу в четверг Мы с вашими Ознакомились С требованиями Мы придем С позицией Но вот какие Какие наши позиции И мы готовы Их обсуждать Мы надеемся Что они не придут В очередной раз Заявить Что их не интересуют Наши позиции Возможно Под давлением Общества Общественного мнения Все же такие Они начнут Вести переговоры В конструктивном ключе Но еще раз Наша позиция Никаких миноритарных Правительств Должны Существовать Четкие Обговоренные Договоренные Позиции По распределению Не нравится Слово функции Хотя В принципе Слово функции Не нравится Когда говорят Социалисты Они же уже Функции Распределили Но Когда мы Распределим Определенные Полномочия Мы должны идти На 4 года Полноценного Мандата И в конце Этих 4 лет Этого цикла Парламентского Мы должны Людям четко Сказать Вот с чем Мы пришли В парламент Вот что Мы реализовали Какие-то вещи Которые Голосование 2-3 дня Окей Если вы считаете Что это что-то решит Мы не считаем Что это возможно Ни юридически Ни политически Я убежден Что Избиратели Граждане Молдовы Выбирали В общем-то Не игроков В цирк Выбирали Депутатов Парламента И хотят Понятной Ясной Политики Достаточно Прогнозируемой Которая вызывает Уважение И понимание Как и у избирателей Так и у внешних Партнеров Республики Молдова Понятна Власть Я знаю Вы Довольно Часто Бываете В районах Вы часто Видитесь С избирателями Вот Позиция Которая Сегодня Придерживается Партия Социалистов В этих Переговорах А также Решение Республиканского Совета Найдет поддержку У избирателей Партии Социалистов Ну Я вам хочу Сказать Еще раз Что Существует Довольно Мощный Запрос В обществе И со стороны Нашего Избирателя В том числе На Достижение Консенсуса С блоком Акум Люди Об этом Нам Говорят Последний Момент Произошел Последние Дни Произошел Такой Происходит Легкий Тренд Многие Наши Избиратели Уже Начали Говорить О том Что Ну Не Получается Что Делать Мы Видим Как Это Все Идет Но Тогда Уже Лучшие Дети На Досрочные И пусть Люди Еще раз Еще Раз Голосуют Вот Примерно Так Люди Видят Ситуацию У нас Нет Каких-то Нареканий К нам Стороны Избирателя Мы Вот В этот Период Времени Продемонстрировали Определенные Качества И Отмели Целый Ряд Тех Обвинений С которыми Бегал По улицам Тот же Блок Акум Вот Поэтому В принципе У нас Сейчас С избирателями Вот В данном Случа Такой Диалог Что Не получается С блоком Акум Значит Уже Пусть Будут Досрочные Ну Раз Мы Заговорили На эту Тему Нет ли Риска Что Повторится Тот же Сценарий По итогам Досрочных Выборов И Вновь Будет Такой Опять Же Будем Говорить Постелекторальный Тупик Что Или Определенный Кризис Это Это Только Риск Это Самый Вероятный Сценарий Это Погазает И Социологии И так Далее Демократы Никуда Не денутся Со своими Административными Ресурсами Которые Мы Не хотим Получать С блоком Акум Либо Который Блок Акум Хочешь Получить Самостоятельно Чтобы Режим Дем Партии Был Заменен На Режим На Режим Май Сандо Демократы В любом Случае Будут Использовать Государственную Машину Все Те Же Методы Все Туже Методология И В любом Случа Их Результат Сохранится Потому Все Предпосылки Что Касается Партии Социалистов Мы Понимаем Что Наш Результат Хуже Точно Не станет По Одной Простой Причине Что Мы Выдержали Все Свои Позиции Мы Нигде Не скомпрометировали Себя И В принципе Мы Находимся В постоянном Диалоге С людьми Более того В ряде Округов Я думаю Что Даже Мы В этот раз Можем Изменить Немного Ситуацию Что Касается Блока ОКУ Они Сами Об этом В принципе Говорят В кулуарах Они Понимают Что Вследствие Того Диалога Который Происходил Вследствие Того Что Мы Получили На выходе То Их Позиции Не усилятся Могут Лишь Где-то Ослабнуть Поэтому Скорее всего Данные Досрочные Выборы Которым Ведет Блока ОКУ Ведет Своей Незгибаемостью И Отсутствием Качеств Определенных Хотя бы Как минимум Почитать Определенные Вечи И Что-нибудь Написать Внятное Это Называется Еще Отсутствием Договороспособности По-разному Это На самом деле Называется Но Тем не менее На выходе По результату Досрочных Парламентских Выборов Возможных Потенциальных Мы можем Получить Ту же Картину Примерно Тот же Расклад Сил И в любом Случа Придем К той же Ситуации Что надо Разговаривать Получается Даже Досрочные Выборы Которые Ведет Блок ОКОМ Это Некоторое Неуважение К тем же Избирателям Мы Снова Заставляем Делать Выбор Хотя Они Наделили Мандатами Те Политические Силы За которые Голосовали Плюс Наверняка Это Определенный Износ Нашего Бюджета Потому Что Мы Страна Находимся В крайне Экономической Невыгодной Ситуации Но Допускаете Либо Вариант Что До Досрочных Выборов Дело Не дойдет И Вот Здесь Вдруг Не знаю Какие-то Точки Соприкосновения Вдруг Нащупают ОКУМ И Демпартия Два Слова То Что Вы Затронули По Бюджету Но Бюджет У нас Дефицитный И Это Миллиарды Леев Дефицита Это К концу Года Может Дать Себя Очень Сильно Знать Вплоть До Экономически Будет Очень Трудно С Таким Дефицитным Бюджетом Выборы Стоят Денег Это Все Понятно И В данном Случае Почему Кто-то Не Думает Об Экономической Ситуации И О Бюджете И О том Во что Будутся Выборы Очень Просто Потому что Кто-то До сих пор Не вышел Еще раз Говорю Из Предвыборной Риторики Вы Уже Депутаты Вы Уже Так же Тем Власти Вы Также Несете За Всю Эту Ответственность И Конечно Когда Ситуация Будет Слишком Трудной Люди Будут Очень Агрессивны И Категорично Справедливы По отношению Ко всем Участникам Забега В том Шли К блоку ОКУМ Почему Они Об этом Не Задумываются То Что Еще раз Говорю Они Находятся В Какой-то Эйфории От Депутатских Значков Кабинетов Новых Полномочий Дипломатических Паспортов Заработной Платы Какой-то И Поэтому Я думаю Что они Еще не Пришли К тому Этапу Когда Они Будут Рассуждать С позиции Людей Что Касается Других Сценариев Если Не состоится Диалог Если Ничем Не Окончится Диалог Между Социалистами АКУМ Ну В любом Случа Все Сценарии Демократического Винегрета Правда Этот Сценарий Будет Не будет Легитимным И не будет Признан Международным Сообществом И это Нелегитимная Власть Либо Полулегитимная Которая Долго Не продержится Есть Сценарий Которого Нельзя исключать Это Блок Кумсдемпартии И Все эти Красивые Слова Мы уже Слышали Не раз Тогда Когда мы Протестовали В 2014 Году Перед Нацбанком Правительством Парламента Когда они Принимали Секретные Распоряжения Правительства Я помню Перед 2014 Годом Да все Помнят Какие Искры Метали Между собой ЛДП Вот Нынешний Блок Кум С демократами С либеральной Партией Тоже Говорили Днее всего Не будет Никакого Альянса И в 2010 И в 2014 Году Такие ситуации Были И тогда Было Что делить Но Существует Магические Посольства Которых Их вечером Приглашали Причем Не вместе По одной Партии По часам И с утра То есть на одной пресс-конференции И заявляли Об очередном Альянсе Поэтому Такого сценария Нельзя исключать И В данном случае Есть на западе Силы Которые Уже Не раз Это все Объединяли В одну кучу И Не стрякать На то Какие громкие Заявления Делали Участники Здесь Местной Политической Фауны До До этого Посольства На второй день Они выходили Жали друг Другу руки Поэтому Такой сценарий Тоже исключать нельзя Возрождение Вот этого Альянса ЛДПМ ЛДПМ ДПМ Но все же таки Все же таки Скорее всего Учитывая Некоторые Специфику Ситуацию Скорее Учитывая то Что все таки Есть И внешние факторы Скорее всего Все таки Это окончится Досрочными Ну вот Вы Отчасти Предвосхитили Мой вопрос Но почему Отчасти Потому что Он был Несколько Ширен Но звучало Так Чего ждать Граждан В предстоящие Месяцы Это Возможно Действительно Досрочные Парламентские Выборы И тем не менее Мы живем В общем-то В интересный Период Весна У нас И майские Праздники У нас Этот год Год Освобождения Республики Молдовы 75-летие Освобождения Молдовы 9 мая Мы отмечаем 74-летие Великой Победы Вот Так сказать Совокупности На ваш взгляд Каковы Что ждет Действительно Наших граждан В ближайшие месяцы Ну К сожалению Для Людей В жизни В ближайшее время Как минимум Лучше не станет Вот это напряжение И Политики Оно безусловно Где-то сказывается И в бытовое Социальное напряжение Это приводит К Экономической К определенной Нестабильностью К отсутствию Проектов Новых Предприятий Бизнесов И того Что могло бы Дать людям Ну Лучший Уровень Жизни Улучшение Их ситуации Вот Ну Что можно сказать Что людям Надо анализировать Думать Вот Не так сильно Доверять Тем Кто приходит И перед выборами Рассказывает И рисует Воздушные замки Ну Что касается Нас Социалистов То мы с большим Удовольствием Приглашаем людей На наши традиционные Уже полюбившиеся Всем За все эти годы Мероприятия Это первомайский Марш Парад Вот Это 9 мая Бессмертный полк Который мы проведем С нашими Уважаемыми ветеранами Будет И Выставка И военная экспозиция И традиционная Там Фронтовая каша И так далее Оркестр Я думаю Что мы в любом случае Должны проводить Эти мероприятия Мы должны Вместе с людьми Находить Находить И Возможность И сохранять Развивать Вот эти традиции То на чем Общество должно Держаться То на чем Общество должно Строить свою Какую-то мораль Этику Надо возвращаться К этим истокам Нельзя забывать Забывать о своей истории И самое главное Надо о себе заявлять Надо чтобы Вся республика Видела Что живут Эти вещи То что Понимаете Беда во многом Происходящих событий Это то что Сознательно Размылись И размываются Все эти вещи Начиная от каких-то Традиционных Вещей Традиционной Морали Этики Семьи И заканчивается Заканчивается тем Что размывают Историю Те самые Памятные даты Которые объединяют Консолидируют Людей Поэтому 1-9 мая Мы с огромным Удовольствием С огромным Удовольствием Приглашаем Людей Для того чтобы Провести Вот эти Красивые Праздничные Дни Вместе Для того чтобы И в Кишинево И в Республике Был дух Дух наших Ценностей Дух правильных Вещей Всегда был уверен Что подобные Вещи Ну имею ввиду Знание Собственной истории Умение Правильно его оценивать Гордиться всем этим Это является В шкале ценностей И в шкале Координат Наверное Той опорой Которая позволяет Человеку делать И правильный выбор В том числе И это опять же Позволяет Развиваться в стране Сегодня то что происходит Вот в этом Переговорном процессе То что сегодня происходит На уровне парламента Это часть наверное Не только Вина политиков Наверное В какой-то мере И немалой мере Вина избирателей Всего общества Всего общества То есть мы Мы сегодня Одно целое Нельзя нас разделить На тех кто вот сейчас Сидит и ждет Что происходит И произойдет с парламентом И на тех кто в общем-то Находится на этой Парламентской площадке Мы одно целое И несем общую ответственность Влад спасибо за сегодняшний разговор Спасибо вам Станислав Будем с удовольствием Вас ждать В нашей студии Всегда интересно И очень быстро Пролетает время Спасибо Вы смотрели программу Персональный акцент У нас в гостях был Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова Влад Батренч Оставайтесь с нами Мы работаем для вас Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин